Здравствуйте! Приветствую вас на канале Трико Бум. И сегодня я хочу вам показать еще один рисунок под названием Old Shale. Это очень большая группа рисунков, для которой характерно вот такое волнообразное расположение вязального полотна. Эти рисунки объединяются тем, что в каждом шаблоне каждого рисунка используются лицевые, изнаночные ряды и ажурные ряды. И вот то, как мы вводим постепенно в полотно один из этих рядов, то есть вяжем все лицевыми или изнаночными или ажурный ряд, и дает каждый раз новый рисунок. Вот здесь сегодня я хочу вам показать, как выполняется это ажурное полотно при рапорте в 18 петель. Вот здесь у меня 36 петель, то есть я выполняю этот образец двумя рапортами. А вот здесь и этот же самый шаблон, который я буду использовать в этом рисунке, я использовала три рапорта. То есть у меня здесь каждый рапорт уже вмещает не 18, а 12 петель. И мы с вами уже наблюдаем вот таких три перышка. Я покажу, как я вяжу этот рисунок на 18 петлях, а затем покажу здесь. Итак, для того, чтобы связать образец из рапорта 18 петель, наберите на ваши спицы такое количество петель, чтобы оно равнялось, вот было кратно 18. И для того, чтобы еще добавить дополнительный декоративный элемент, я ввела другой цвет. Начинаем вязать с первого ряда. Первый ряд, он вяжется желтым цветом, все петли в этом ряду лицевые. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и провязываем все петли изнаночными. Кромочная снимается без провязывания. Это второй ряд. Второй ряд. Меняем цвет пряжи. Синий цвет накладывается на желтый, а желтый вот так остается пока свободно, ожидая следующего ряда, где мы будем снова его вводить. Приступаем к выполнению третьего ряда. Третий ряд это ажурный ряд. Так, провязываем кромочную, чтобы нам закрепить синий цвет. Теперь первые три пары петель, то есть первые шесть петель, мы провязываем так. Две вместе лицевой первый раз, две вместе лицевой второй раз и две вместе лицевой третий раз. Далее делаем шесть накидов, которые чередуются одной лицевой петлей. Первый накид, одна лицевая петля, второй, одна лицевая, третий, одна лицевая, четвертый, пятый, шестой. Далее нам нужно снова провязать три пары петель по две, чтобы закончить первый раппорт из 18 петель. Первая, вторая, третья пара. Мы с вами закончили первый раппорт, а теперь начинаем второй. Так же, как и здесь. Сначала шесть петель провязываются парами. Первая, вторая, третья. Далее шесть накидов, которые чередуются одной лицевой. Первый накид, одна лицевая, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И оставшиеся петли провязываем попарно. Первая, пара, вторая, третья и кромочная. Итак, мы с вами закончили третий ряд раппорта, ажурный ряд. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. Здесь все петли, включая накиды, провязываются изнаночными. Мы закончили четвертый ряд. Разворачиваем работу на лицевую сторону. Начинаем пятый ряд. Пятый ряд тоже ажурный. Он выполняется так же, как и предыдущий ряд. После кромочной сначала провязываем три пары петель лицевыми. Первая пара, вторая и третья. А теперь шесть накидов, которые чередуются одной лицевой. Первый ряд, лицевая, второй, лицевая, третий, четвертый, пятый и шестой. А далее три пары петель с этого раппорта и три пары петель со следующего раппорта. Итак, две вместе первый раз, две вместе второй раз, две вместе третий раз. Мы закончили первый раппорт. А теперь здесь начинаем второй. Две вместе первый раз, две вместе второй, две вместе третий, а теперь шесть накидов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Оставшиеся шесть петель провязываем попарно. Первая пара, вторая, третья, кромочная. Это был пятый ряд раппорта в высоту. Разворачиваем работу. Шестой ряд провязывается изнаночными петлями, включая накиды. Начинаем выполнение седьмого ряда. Он, как и предыдущий лицевой ряд, тоже ажурный. Начинаем провязывать попарно петли лицевыми. Первая пара петель, вторая и третья. Теперь чередуем накиды. Первый накид, одна лицевая, второй накид, третий, четвертый, пятый и шестой. Теперь две петли в одну лицевую. Три раза первый раз, второй и третий. Мы закончили первый раппорт. Теперь начинаем второй. Также три раза, две петли в одну. Первый раз, второй и третий. Накиды. Первый накид, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Оставшиеся шесть петель провязываем попарно. Первая пара в одну лицевую, вторая, третья и кромочная. Мы закончили седьмой ряд. И последний, заключительный ряд раппорта в высоту восьмой. С изнаночной стороны все петли провязываются изнаночными. Итак, мы с вами провязали полностью весь раппорт в высоту. Напоминаю, что это было восемь рядов. И на этой спице у меня два раппорта по восемнадцать петель. Теперь этот же самый шаблон, то есть чередование лицевых, изнаночных и ажурных рядов, мы выполним уже на более коротких раппортах. Не по восемнадцать, а по двенадцать петель. И вот здесь вот на однотонной пряже очень хорошо видно, как перышки отделяются. Вот такой полосочкой, которая здесь у нас выполнялась желтым цветом. И мы получаем уже не по два перышка, как здесь, а по три. Вот первое, второе и третье. Значит, набираем снова на спице тридцать шесть петель. И теперь провязываем первый ряд. Все петли лицевые. Так, тридцать шесть петель провязано, плюс две кромочные. Второй ряд. Все петли провязываются изнаночными. А теперь приступаем к вывязыванию трех ажурных рядов, чтобы получить вот это красивое перышко. Итак, третий, пятый и седьмой ряд мы провязываем ажуром. А четвертый, шестой и восьмой ряд провязываем с изнаночной стороны. Все петли изнаночные. Единственная разница, что теперь мы будем делать вначале не три пары петель по две, а только две. Итак, провязываем первая пара петель и вторая. Это четыре петли. Оставшиеся провязываем так. Сейчас мы будем провязывать по четыре накида. Первый накид, одна лицевая. Второй накид, вторая лицевая. Третий накид, третья лицевая. Четвертый и четвертая лицевая. И снова оставшиеся четыре петли из вот этого первого рапорта мы провязываем попарно. Вот первые две петли вместе. И вторые. Мы с вами закончили первый рапорт. Повторяем. Четыре петли провязываются попарно. Вот первая пара, вторая пара. Затем четыре накида. Первый, одна лицевая. Второй, третий, четвертый. И снова две пары петель лицевыми. Первая пара, вторая. Мы закончили второй рапорт. И снова две пары, первая, вторая. Четыре накида, чередующиеся лицевыми. Первый накид, одна лицевая. Второй, третий, четвертый. И оставшиеся четыре петли провязываем две вместе, одной лицевой. Первая пара, лицевые. Вторая пара и кромочная. Вот так провязывается ажурный ряд, когда мы с вами вяжем рапорт на 12 петлях. С изнаночной стороны все петли провязываются изнаночными. И повторяем вот эти два ряда. Третий, четвертый, еще дважды. Значит, сейчас мы будем провязывать ажурный ряд на 12 петлях. Затем все петли изнаночные. И потом повторим еще раз. Ажурный ряд, все петли изнаночные. И так будет провязано 8 рядов. Ну вот сегодня я показала, как можно один и тот же шаблон выполнять на разном количестве петель. На этом я свое видео заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать все новые видео. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok